Мишель де Нотр-Дам, иначе говоря, Нострадамус опубликовал первую книгу своих пророчеств. Поговорить о Нострадамусе и его центуриях мы пригласили президента Ассоциации экологии непознанного Александра Семенова. Александр Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, почему Нострадамус так популярен и что из его предсказаний сбылось? По принятому, так сказать, представлению, ну, считай, все они сбылись. От совершенно конкретных, когда, допустим, король погибнет на турнире, до тех, которые распространяются на тысячу лет, на пятьсот лет вперед. Нострадамус предсказал и конец света, точно, да? Да, он предсказал, 1999 год. Правда, указал, что Россию, значит, минует, чаша сия, что она останется. Ну, вот, ну, честно говоря, его стихотворные и зашифрованные очень часто пророчества можно использовать как угодно. А что Нострадамус пророчил Россию? Там есть вещи, например, о Ленине, что вот будет такой человек, который будет жить в шалаше, его будут, значит, такие люмпины прятать, вот. Или Сталин, что там будет трубку курить, таким тираном будет. Это можно как-то соотнести очень так хорошо. А дальше-то что Россию ждет по Нострадамусу? Вот последние самые трактовки его, которые касающиеся как бы России, говорят о том, что скоро у нас все будет хорошо. Как хорошо? Хорошо, потому что к правлению, значит, пришел тот человек, который такую очень длительную историческую, так сказать, благодать нам даст. Несмотря на то, что на всей планете по-прежнему и войны, и землетрясения. А практически смысл всех этих предсказаний существует? Вообще-то следовать смыслу какому-то, искать этот смысл, находить и руководствоваться этим смыслом в пророчествах даже Нострадамуса, я бы, как президент Ассоциации экологии, не поздно не посоветовал. Итак, теперь мы узнаем, как следует относиться к предсказаниям главного провидца всех времен и народов Нострадамуса. Спасибо вам большое. Всего доброго.